Здравствуйте! Сегодня у нас очень важная тема из мира алгоритмов. Массивы, или Arrays. Массивы призваны хранить множество одинаковых типов данных. Предположим, наша программа должна оперировать оценками всех студентов в классе. До этой лекции нам бы пришлось определить столько переменных типов по интеджер, сколько у нас студентов. Допустим, что у нас их 30. Предположим, что нам еще нужно ввести каждый из этих баллов с клавиатуры. Таким образом, нам придется добавить еще 30 строчек с командой ReadLine. Теперь мы должны скопировать эту строчку еще примерно 29 раз. Мне кажется, идея довольно ясна. В данном примере нам очень не хватает концепции массивов. Первым делом мы должны выбрать, какой тип данных должен хранить наш массив, или Array. Но если мы просто напишем InGrate, то мы закажем в памяти вместо лишь для одного интеджера. Поэтому после типа данных мы пишем пустые квадратные скобки. Затем мы пишем имя нашего массива. Так как он будет хранить не один балл, а множество, то мы назовем его не Grade, а Grades. В имени массива почти всегда будет множественное число. Далее грамматика языка требует от нас поставить assignment operator, системное слово new и тип данных, который нам нужен. Далее в квадратных скобках мы запишем размер нашего массива. Предположим, мы хотим массив из 7 чисел. Вместо куска в памяти в один интеджер мы заказали кусок в 7 раз больше. Стоит отметить, что массив это сплошной кусок памяти. Поэтому объявить и затем пользоваться массивом гораздо быстрее, чем семью отдельными интеджерами. Так как мы это сделали в начале. Обращение к памяти это вообще одна из самых дорогостоящих с точки зрения времени операций нашей программы. Очень часто подсчитывая эффективность нашей программы, мы считаем сколько раз она обращается в память, читает или пишет туда информацию. То, что члены массива находятся один за другим, весьма ускоряет нашу программу. У каждого члена массива есть индекс, то есть его порядковый номер в массиве. Именно поэтому использование assignment operator таким образом, как мы видим, влечет за собой ошибку. К элементам массива мы всегда обращаемся по индексу. У первого элемента массива индекс 0. У последнего элемента массива индекс длина массива минус 1, то есть в нашем случае это 6. С элементом массива мы можем делать все, что можем делать с обычной переменной. То есть писать или читать оттуда информацию. Только что мы дали нулевому элементу массива grades значение 80 и затем распечатали его. А далее мы хотим заполнить все элементы массива, точнее попросить об этом пользователя. Я несколько сокращу для вас процесс написания этого кода. Если вы напишите такой код на собеседование на работу, то вас точно туда не возьмут. Цикл for как будто бы создан для подобных вещей. Заполняя наш массив, мы написали множество практически идентичных строк. Единственное, что в них отличалось, это индекс элемента массива. Как мы помним, в цикле for у нас тоже есть индекс. С его помощью...